Всем привет из Анталии, с вами я, Айгуль, и добро пожаловать на наш канал ОК Анталия. Сегодня я хотела бы поделиться с вами рецептом очень вкусного майонеза, который вы в Анталии не найдете. Наверное, многие замечали, что те, кто переехал в Анталию, или живет уже давно в Анталии, или даже те, которые приезжают в отель, не находили майонез, который по вкусу очень похож на тот, который мы пробовали у себя там на родине. Даже я вот ездила в метро, в магазин, где там уже вроде бы есть такие европейские товары, но там я майонез, который вот именно по вкусу похож на наш, не нашла. Здесь продают кальво майонез, но это не тот кальво, который мы пробовали у себя на родине. Все равно он какой-то кислый. Вообще в Турции тоже очень много майонеза, но они делают почему-то он реально каким-то кислым, то ли из-за того, что у них лимонов очень много растет, они много лимона добавляют, или уксуса много добавляют, потому что жарко здесь, чтобы не портился майонез, я не знаю, но почему-то у них вот кислый. И когда такой майонез добавляешь в блюда, в салаты, то такое ощущение, что у тебя салат какой-то прокисший. И поэтому, чтобы вы не тратили время на поиски вкусного майонеза, я поделюсь с рецептом майонеза, которым пользуюсь я. Да, я, наверное, соглашусь даже с теми людьми, кто говорит, что в Анталии, в принципе, не хочется кушать майонеза, использовать его в своих блюдах. Но да, я соглашусь, потому что в летнее время, особенно в солнечное время, когда жарко, хочется, например, ананасовый соус какой-нибудь, лимонный сок сбрызнуть только. Но в Анталии также есть и дождливые дни, зима, и в эти дни хочется что-нибудь такое вкусненькое, там тоже даже зимний салат, и хочется, чтобы вкус майонеза это ничего не испортил. Поэтому давайте начнем. Что нам нужно? Нам нужно растительное масло, нужен нам горчица, уксус у меня яблочный, лимон, яйцо, это соль и сахар. По поводу масла. Масло использовала оливковое, даже без запаха, но он мне вообще не понравился, потому что он как бы вкус забирает на себя. Когда, например, салатом мешается, вот это майонез, вкус майонеза, он как бы отдельно существует. Почему-то оливковое масло так сильно забирает в себя вкус. Поэтому я потом попробовала использовать подсолнечное масло, мне больше понравилось. У меня вот такой мерный стаканчик. Значит, нам нужно 200 мл масла. Дальше. Так, соль нам нужно где-то пол чайной ложки. Даем сразу. Чуть меньше сахара. Горчица. Здесь горчица тоже не такой вкусной, как у нас, к которому мы привыкли. Здесь, знаете, горчица. Я такую горчицу первый раз пробовала. Я помню, когда в Казани у нас открылась Икея, там начали продавать такие хот-доги. И вот там вот как раз вот эта вот горчица, вот такую вот я попробовала. Это не такой же гучий вкус, а какой-то обычный, я не знаю, какой-то он даже может быть безвкусный, что ли, не знаю. Но написано, что в рецепте нужна горчица, поэтому я добавляю. Нужно добавить чайную ложку. Ну, где-то вот так. Добавим, да? Так, дальше. Нужно добавить или лимон, или уксус. Но я добавляю пол чайной ложки уксуса. У меня яблочное. Почему не целую? Потому что... Не целую ложку. Потому что он немножечко вкус забирает. То есть он тоже же таким яблочным уже со своим вкусом. Ну вот. Чуть-чуть было многовато получилось. Но вот лишнее я не хочу брать. Потому что он реально вкус немножко меняет. Так, чайную ложку лимона. Чайную ложку, да. Сока лимона. Сока лимона. Не буду много класть, потому что он вкус поменяет. И яйцо. Так. Ну все. Все, что нам нужно, мы положили. Сейчас главное. Нужен блендер. Мы все это перемешаем. Сейчас я покажу, как нужно. Это самый такой момент важный. Вот. Значит, как мешать? Вот самое главное. Нужно желток. Желток и горчицу поймать. Да, вот блендером. Немножко придавить вниз, ко дну. И надо начать мешать. Вот у нас уже видно, да, что получается масса такая похожая на майонез. Нужно уже немножко приподнять, чтобы масло тоже перемешалось. Давайте еще немножко помешаем. Чтобы вообще все перемешалось. Здесь именно важно блендер, чтобы был такой погружной, да, а не венчикем, да, такие. И главное вот именно ловить желток и начинать мешать оттуда. И тогда у вас получится майонез очень густой. Ну вот, получился наш майонез очень быстро. На вкус он очень вкусный. Как раз тот вкус, к которому мы очень привыкли. Ну вот и все. Он получился, смотрите, такой густой. Видите? И вкус вообще очень классный. Ну, мне нравится. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok